Идея создания движения, которая объединит детей в одну огромную семью, возникла у севастопольской школьницы Дианы Красовской. Президент Владимир Путин не только поддержал инициативу, но и сказал, что возглавит наблюдательный совет. Дело осталось за малым – выбрать атрибутику, традиции, кричалки, игры и названия для возрастных ступеней. А заниматься этим будут сами дети. Взрослая жюри будет и будет детская жюри. От каждого региона будет выбран по конкурсу «Эксперт», который также будет принимать участие в проверке детских работ. То есть, получается, мы сами создаем свое будущее, сами же отбираем. И получается, что осенью этого года будет открытое голосование, где каждый ребенок всей страны нашей необъятной, нашей Родины России, сможет проголосовать за ту номинацию, которая ему понравилась. По всем регионам России формируются первые команды. И в нашем городе такая уже есть. Шесть человек собрал ученик девятого Б-класса Илья Дизер. Для того, чтобы принять в нем участие, надо собрать команду от пяти до двенадцати человек. В возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет снять видео-визитку, представление команды. И потом уже можно будет приступать к решению самих заданий. Конкурс дает то, что тебя могут услышать, тебя могут заметить. И ты будешь причастен к созданию общего большого детского движения. То есть это вот чувство того, что ты часть такого большого масштабного проекта всероссийского. Это очень круто. К концу августа мы узнаем первых сто команд, которые будут бороться между собой, чтобы попасть в тридцатку лучших. А уже в конце декабря эти юные дарования поедут в Москву на первый съезд организации. Там объявят победителей. Дети всей России узнают название нового движения, традиции и планы на будущее. А пока нам остается болеть за то, чтобы севастопольские ребята вновь проявили себя. Дарья Слюцаренко, Андрей Вовк. Новости Севастополя.